Если вы будете держать ноги в тепле, сможете предотвратить простуду, заболевания мочеполовых органов, почек и других органов. Вы предотвратите бронхит и воспаление слизистых оболочек. Если ноги не будут мерзнуть в ночное время суток и нарушать ваш сон, вы сможете предотвратить утомляемость и рассеянность внимания. И даже проникновение инфекции в организм, вызывающие артрит и боли в коленях можно будет избежать, если ноги не будут перемерзать. Чтобы этого не случилось, соблюдайте несложные правила, и кровообращение будет нормально работать. Обязательно включите в свой ежедневный рацион питания как можно больше витамина С. Он жизненно важен для нормального обмена веществ, подвижности суставов и кровообращения по всему организму. Также советуем вам регулярно делать закаливание. Это очень полезно для защиты от перемерзания ног в осенне-зимнее время года. Но перед тем, как начать закаливание, надо посоветоваться с врачом. Если ноги начали замерзать, то для разогрева можно применять массажный согревающий крем или надеть шерстяные носки. Если же есть немного свободного времени, лучше всего сделать согревающую ванночку для ног, которая улучшит кровообращение, снимет отечность и усталость после рабочего дня. Также отлично поможет теплый чай. Он обладает согревающим эффектом, а если добавить в него лимон или имбирь, то можно обеспечить себя витамином С и помочь иммунитету бороться с любыми патогенами. А еще вы можете нагреть ноги, шевеля пальцами ног, или же выполняя встряхивающие движения, которые будут колебать сосуды и мышцы, из-за чего кровоток усилится, и ноги быстрее согреются.